здравствуйте мои дорогие вы очень и очень часто спрашиваете про фаршированную рыбу я честно говоря сдалась на самом деле в израиле я крайне редко готовлю фаршированную рыбу ну просто потому что тот вкус который идет из детства то к чему я привыкла это бабушка готовила рыбу из щуки и леща здесь ни одного ни второго нет в основном фаршированную рыбу почему-то принято готовить из карпа вот так выглядит карп в израиле ну в общем то красиво проблема только одна у меня их было два и я заранее разделала просто эту рыбу и что у меня получилось из килограммового карпа получилось всего 300 грамм филе 300 грамм мяса но карпа я все равно покупаю потому что кроме мяса там есть голова кости чешуя шкура кожа и вот именно это нам нужно для того чтобы рыбу приготовить поэтому один карп его я разделала этот раз делаю за кадром купила еще два вида рыбы это мирлуза и замороженная вот они у меня разморозились и амну вот такая рыбка это все я пущу на ефилте фиш дело в следующем чем больше сортов рыбы у вас в этих котлетках тем вкуснее получится наша рыба понятно это головы пока откладываем мерлуза у меня уже обесшкуренная а вот амну он с кожей кожу нужно снять сейчас я это проделаю и будем готовить фарш фаршировать целиком как щупу там помните кожу снимаем чулком и так далее щуки нет фаршировать кусками как фаршировали леща в россии тоже очень тяжело в карпе знаете такие очень кости грубые тяжелые то есть будем делать котлетки я сниму сейчас филе это все делается очень быстро каждый умеет то есть нам нужно рыбное филе из нескольких сортов рыбы по большому счету выбирайте любую рыбу которая вам нравится которая подешевле здесь не нужна какая-то супер дорогая рыба дело в том что вся еврейская кухня она по большому счету такая достаточно бюджетная шкурку я не выбрасываю отправляю голове она нам пригодится и вот рыба обесшкурена обескощена и это основа для нашей ефилте фиш ну и всем понятно что из этого нужно сделать фарш для этого я буду использовать мясорубку что еще фарш вот на такое количество рыбы здесь у меня получилось чуть больше килограмма я возьму 2 маленьких луковицы сырых и вы знаете мою любовь к тому что есть у меня всегда запасы пассированного лука столовую ложку пассированного лука это вкус все это перекручу на мясорубке минимум два раза приготовлю миску что еще нам конечно понадобится яйцо его мы введем позже и классика жанра это конечно же хлеб отжатый хлеб вымоченный отжатый но у нас на носу песок и вместо хлеба часто используют мацовую муку либо перемалывают мацу но мне это честно говоря не очень нравится на песок я хлеб таких вещах заменяю картошкой я отварила до полу готовности два небольших клубня сейчас я их почищу они не до конца сварены именно эту картошку вместо хлеба я и буду использовать некоторые хозяйки я знаю добавляют еще морковь просто сырую морковь фарш тоже очень неплохо интересный вкус получается экспериментируйте на самом деле это все дело вкуса здесь пропорции друзья мои но точных пропорций я вам не скажу всегда смотрю ну вот как получилось не буду же я бегать с весами и эту картошку например взвешивать сколько грамм у меня каждый клубень нет принципе всех добавок должно быть плюс минус 30-40 процентов от веса рыбы вот так и рассчитываете и так два раза перекручиваем рыбу лук и картошку вот такой фарш у меня получился на этот объем на килограмм фарша чуть больше я возьму одно яйцо естественно перец конечно же соль примерно чайная ложка соли и вот здесь внимание немного сахарного песка пусть будет тоже чайная ложка этот фарш нам нужно хорошо перемешать буквально история такая же как и с мясным фаршем он его нужно по сути как бы даже отбить очень и очень однородный фарш у нас должен получиться нежный воздушный чем лучше вы отобьете этот фарш тем вкуснее будет ваша рыба на дальше все по классике жанра поставьте рядом с собой мисочку с водой берем котлетки и формуем мне нравится когда они вот такие кругленькие ну и сейчас вы мне совершенно справедливо заметите ну и что здесь такого обычные рыбные котлеты на самом деле вся игра вкуса начинается чуть позже а именно сейчас мы начнем делать закладку в кастрюлю обычно используют луковую шелуху но сейчас у нас лук пошел уже такой молодой и красивой шелухи нет там просто верхний слой с грязью на луке поэтому я буду использовать просто обычный лук дальше морковь и свеклу вчера была в магазине купила корень петрушки поэтому возьму половинку корня петрушки тоже почищу и тоже буду использовать в нашей закладке и покажу как мы это все укладываем кастрюлю а а а а а а а а а и и наливая воду чуть выше чем есть наши кости воду эту нужно посолить и сюда же отправлю черный перец горошком дальше начинаем выкладывать аккуратно нежно наши рыбные котлетки и теперь у меня остались еще котлетки я дорежу морковь разбросаю и сделаю такую некую прослойку между слоями и лук и лук то есть чтобы наши котлеты слоях не слиплись сейчас их нужно покрыть водой смотрите наливая воду по голове мы никак не повредим очень нежные наши котлетки покрыли водой и выкладываем второй слой снова наливаем воду чтобы наши котлетки были погружены в воду друзья мои все мы сделали первый и главный этап для нашей фаршированной рыбы сейчас я поставлю эту кастрюлю на огонь на средний доведу до кипения сделаю на самый самый минимум и еще час это все у меня будет тушиться постарайтесь следить чтобы это не булькала вода то есть оно должно после закипания томиться в кастрюле это самый главный секрет успеха фаршированной рыбы встретимся через полтора часа плюс-минус что ж мои дорогие дело в том что у меня сегодня день сложился так что полтора часа покипели мои тевтельки и я уехала вынуждена была уехать из дома кстати будет скоро видеоролик где я сегодня гуляла в хайфе по нижнему городу приехала попробовала бульон поняла что мне не хватает соли добавила немного соли и еще раз прокипятила остается нам эти котлетки тевтельки в нашу фаршированную рыбу выложить сервировать и завтра уже будем с удовольствием есть дело в том что холодная фаршированная рыба на мой взгляд гораздо вкуснее чем горячая каждую котлетку я аккуратно выложу в блюдо вот видите какие они ничто нигде не развалилось они целые пахнет совершенно замечательно если хватается ложкой там какое-то количество воды ничего страшного бульончик мы все равно будем заливать это все бульоном бульоном я вот уже выкладываю у меня прям слюнки текут потому что я знаю как это будет вкусно и нам нужно залить это все бульоном бульон я буду конечно же процеживать потому что у нас там и шкура рыбья была чешуя вот это желе я например очень и очень люблю поэтому заливаю таким большим количеством и не знаю с чем это связано но принято украшать фаршированную рыбу вот такими вот медальончиками моркови ну принято значит принято так и украсим я дождусь когда бульон немного остынет и уберу его в холодильник завтра будем пробовать я вам покажу что получилось что касается бульона который остался в кастрюле друзья мои здесь все очень и очень просто это желе это концентрат и вот это все можно процедить и заморозить в следующий раз когда захотите варить рыбный суп у вас уже есть рыбный бульон удобно? правильно удобно и так до завтра будем пробовать что у нас получилось ну что ж мои дорогие я вытащила рыбу из холодильника прошла ночь давайте посмотрим как это выглядит бульон превратился в желе видите такое нежнейшее нежнейшее желе это я уже чувствую как будет вкусно ну и конечно же будем пробовать хотя я уже понимаю вы знаете человек который знает что это за блюдо он понимает по виду и по запаху как это будет что это такое хрен хрен это конечно же обязательное условие для того чтобы рыба была вкусной у меня пока покупной но на пессах буду делать домашней и так желе желе нежнейшее это вы знаете не так как студни стоит колом оно просто очень-очень нежное и мягкое хрен и будем пробовать у меня еще еще не пробовала но мне уже очень вкусно ну друзья мои как я и предполагала это реально классно сегодня повезет моим друзьям которые придут это все поедать класс вкусно готовьте готовьте с удовольствием кормите друзей родных близких не забывайте о корнях не забывайте о традиционных национальных блюдах потому что это наша жизнь это наша память это всегда тепло и уют в доме подписывайтесь на канал с наступающим вас праздником до встречи пока